Современное искусство, как история любви, начинается со страсти. Но чтобы страсть переросла в большое серьезное чувство, нужно трудиться. Трудиться долго и много, тренируя свой эстетический интеллект. Большинство людей связывает понятие эстетики с красотой, но это не совсем так. Эстетика не столько и не только о красоте, сколько о чувствах и эмоциях, спектр которых крайне разнообразен. Искусство может вызывать не только положительные эмоции, но и совершенно отрицательные, негативные. И в этом его смысл, сублимация эмоций. Это чтобы через искусство человек переживал эмоции. Искусство в моей жизни было, в принципе, всегда. У дедушки с бабушкой в доме была замечательная книга по искусству Древней Греции. Потрясающее издание полиграфическое, с такими красочными, качественными иллюстрациями. И плюс много буклетов из Эрмитажа, Царско-сельского дворца, Петергофа. Бабушка очень любила Ленинград и привозила оттуда это все. И я могла в детстве просто часами зависать над этими картинками. Под воздействием папы и отчима я поступила на юридический факультет Ростовского государственного университета. Окончила его, поступила в аспирантуру, защитила диссертацию, преподавала, работала юристом. Лет так в 38, когда моему сыну было около 10, он у меня спросил, «Мама, а каким ты хотела быть в детстве?» Я сказала, что я хотела быть дизайнером и выйти замуж за художника. Но поскольку замужем я уже была, второй вариант отпадал, он мне сказал, «Ну почему тебе тогда не стать дизайнером сейчас?» А на тот момент я готовилась к поступлению в докторантуру по экономике. И никак мне эта экономика не шла, ну совершенно никак. Я подумала, ну да, почему бы и нет. Я уволилась из Плехановской академии, отказалась поступать в докторантуру и поступила в Международную школу дизайна. Там я, собственно, познакомилась с Тонией Горасько на курсе по широкоформатной акриловой живописи. Естественно, что пока я была юристом, все эти годы я посещала музей, уже живя в Москве, путешествуя по миру. Возила сына, показывала ему лучший европейский музей. Сама на все это смотрела. То есть я восполняла то, чего я не могла получить в детстве в силу объективных обстоятельств. Потом у меня был проект для молодого парня, дизайн-проект, в котором мы решили разместить современное искусство. На 53 квадратах 4 работы. Тоня с Володей Озеровым и Толей Пелевиным, и еще одной художницей, помогли мне как бы этот проект сделать. Специально для него мы делали эскизы и написали несколько, они сделали несколько работ. Параллельно я поступила в МГУ на курс арт-менеджмента. И уже стала изучать современное искусство, как бы более подробно и профессионально. В МГУ я же там же и узнала о существовании московского полока Виталия Копачева. Так назвал его наш преподаватель, куратор курса. Он очень восхищался его творчеством. Имел в своей галерее, в МГУ есть галерея студенческая, пару его работ. И я решила, что я обязательно должна познакомиться с этим человеком. Мы познакомились. Я приобрела у него несколько работ. С Яной я познакомилась при подготовке выпускной выставки дипломного проекта в МГУ. Ну и так вот они собрались все, их пять. На самом деле в моей коллекции работ большее количество художников присутствует. Но именно с этими пятью у меня сложились такие вот, скажем так, дружественно-доверительные отношения. Мы с ними очень много разговаривали. Именно об искусстве, о московском искусстве, о художниках, о том, как это было когда-то, как это есть сейчас и, возможно, как это будет. В какой-то момент, естественно, я со всеми художниками общалась постоянно. Я сама изучала и продолжаю изучать искусство с точки зрения теории, различных биографий кураторов, галеристов, художников. Общалась со своими художниками очень много. И в какой-то момент у меня родилась идея сделать проект «Дью московиты». В Севердонецке, где у меня жила мать, отец жил в Москве. Я переехал в Москву в восьмом классе. И отец повел меня в музей Третьяково, Кукушевский музей, музей Востока даже был. В общем, ходил в эти музеи и что-то меня такое тронуло. Хотя я никогда не занимался никаким творчеством. Я вернулся опять к матери, отучившись здесь в школе. И там, когда я поступил в училище, я достал какой-то из-под обуви картонку. У меня был обелил такой банка масляных. И школьные такие тоже, ну, такие пластиковые продавались. Маленькие тюбики масляных красок таких. И я, значит, этот весь вот набор выплеснул на какой-то натюрморт. Такое, что-то получилось экспрессивное, там, я не знаю, какой-то ван-гох, там, чем-то смешанное. В общем, мне поставили пятерку. Не знаю, вот так вот. Стал учиться четыре года. Программа такая, что, как бы, если даже ты обезьяна и ничего не умеешь рисовать, то тебя через четыре года чему-то научат. Ну, в общем, научили меня там, и так я закончил хорошо училище, поскольку я даже там в выистоках уже участвовал, там, в Донецке где-то. В советское время была такая вещь, когда давали направление на работу после художественного училища. Еще, если ты хорошо закончил, то тебе давали возможность поступить в институт тоже направление. Поэтому я поступил на художественную факультет технологического института. Был такой институт. Я перешел работать рядом там, на Арбате, где я жил, в выставочный зал Киевского района, тогда, города Москвы. И я там где-то через несколько месяцев, так там ушла предыдущий директор на пенсию, и меня они сделали директором. И я, в общем, проработал 28 с половиной лет директором государственного учреждения культуры города Москвы. Да, при этом я, конечно, все время рисовал картины. Такая работа, которую ты видишь, что тебя окружает, какие художники, ты с ними встречаешься, общаешься. Это, конечно, помогало только рисовать. Мое появление в живописи, наверное, класса 6-го образовательной школы. Это яркое впечатление из художественной школы, когда меня впервые преподаватели познакомили с техникой по антилизму. Это был Советский Союз. Все это было не так популярно, несмотря на то, что я жил в семье художника. Но, тем не менее, так случилось, и считаю, что это большим везением, удачей. И по сей день очень положительные воспоминания об этом. Мне это понравилось. Мне это очень понравилось. Это было не скучное рисование. Это было весело. Это было интересно, вдохновляюще. Моя жизнь перенеслась в художественное училище среднее. Это было такое династийное у нас училище, где учился мой папа, многие его братья, который я окончил с красным дипломом, который дала мне, конечно, очень большой и очень качественный поток знания. И в искусстве, и в технологии. Это было училище, связанное с деревом, краснодеревщики. Я окончил училище. Это был такой для меня новый этап, так как я приобрел в реальности очень много знаний, который даже до сегодняшнего времени очень практично использую. Мне предстояла служба в вооруженных силах. Это по тем временам тоже оказался достаточно большой жизненный этап. Я был там в занятости, можно сказать, тоже художника. Это наглядная агитация, плакаты. Но так как у меня была цель дальше продвигаться на этой почве, я готовился к поступлению в ВУЗ. Чудом воле судьбы устроился на подготовительные курсы и в стройгановку, и в технологический ВУЗ. Но так случилось, что через короткое время, буквально пару-тройка месяцев, я отдал предпочтение технологическому институту, так как он, на мое усмотрение, очень более творческий. Все-таки строгановка это больше такая надехнарская была. Было немного, ну, как бы вопреки моему нраву, потому что мне что-то вот живое такое больше нравилось, разное, не статичное. Я оставил подготовительные курсы в строгановке и стал развиваться в технологическом ВУЗе. Такого я никогда не видел, когда там просто тебя на время заставляли рисовать. Были все открыты дороги к каким-то твоим множествам, изменениям. То бишь тебя не запаковывали в какие-то рамки, что присуще академической школе, хотя, конечно, безусловно, она была. Вот, ну, вот эти вот творческие моменты именно в ВУЗе, они давали очень большое вдохновение, и это была большая польза. Как произошло, что я стала художником? Ну, вообще, в три года я просто родителям сказала, что я буду художником. Поступила очень хорошо в МПГ у меня Ленина, на художественно-графический факультет. Вот, как бы полагалось, что там, собственно, будут учить художников. Но вот здесь вот маленькая заминка, все-таки институт-то педагогический. На первом курсе уже надо было выбрать, даже не на первом курсе, а вот буквально вот давалось какое-то, может быть, это при поступлении было, я сейчас уже не помню, надо было выбрать специальность более конкретную. Специальность там была изо и декоративное искусство, и изо и на тот момент черчение. Я подумала, что декоративное искусство это вообще не про меня, вот и выбрала изо и черчение. Ну и, собственно, получается, что стратегически, я не зная ничего, интуитивно выбрала правильно, потому что черчение, эта область такая, это так называлось тогда, черчение, на самом деле это много чего интересного, в том числе и вот большой глубокий пласт знаний по перспективе, которые мне пригодились в будущем. Сейчас я преподаю перспективу и в Международной школе дизайна, и в Суриковском институте тоже вот веду перспективу. Но вот чтобы прийти к Суриковскому институту и наработать для себя какой-то багаж именно такой именно академический, мне пришлось достаточно долго над этим работать, именно отсеивать какие-то ненужные моменты и прирастать чем-то нужным, как бы становление мое, как именно художника, на самом деле произошло, конечно, после института, когда я попала уже в художественную среду непосредственно, попала я в нее именно с одной стороны через свою педагогическую деятельность, с другой стороны через именно желание увидеть что-то новое, понять. У меня не было выбора. Я родилась в семье художников, и мое окружение с детства были художники разные. Мне дарили книжки с картинками, друзья моих родителей. Картинки были нарисованы этими самыми художниками, друзьями родителей. Мой отец был моим главным учителем, он очень сильно на меня повлиял, он мощно так работал во многих жанрах, он состоялся как художник и как в графическом искусстве, в живописи, оставил большое наследие. Вот поэтому меня с раннего детства воспитывали как-то подспудно, прививали любовь к изобразительному искусству. И меня привели в Московскую среднюю художественную школу. И это была удивительная, насыщенная, плодотворная среда. Это школа с полным циклом общеобразовательных предметов и специальных предметов. То есть ты в профессии уже с 11 лет. Я закончила графический факультет Института имени Сурикова, мастерскую с танковой графики, которые дали нам те знания, с которыми я, например, потом поехала по Европе. И, приходя куда-нибудь, впервые оказавшись в Италии, и, проходя там по галерее уфийца или просто заходя в какой-нибудь храм, я видела то, что я знаю. То есть это не было для меня открытием. То есть точнее для меня визуализировалось то, с чем я была знакома, благодаря вот тому, что нас с этим знакомили, в то время, когда мы еще не подозревали о том, что мы все это увидим своими собственными глазами. Где-то, наверное, курсе, может быть, на четвертом, я вдруг поняла, что меня совершенно не устраивает то, что меня заставляют делать. Ты долго на протяжении многих лет пишешь постановки, ходишь в мастерскую, в аудиторию, в институт, рисуешь модель, и мне стало скучно. Я стала вести какую-то свою альтернативную линию. То есть я начала с большим трудом выныривать из-под гнета вот этого своего академического образования. Это было очень трудно. То есть сначала я просто купила себе в канцелярском магазине стопку бумаги и пыталась на ней как-то раскрутиться, раскрепоститься, рисовала пером, просто искала какие-то формы. Это все было довольно наивно, но тем не менее, там, из расхода в стопку, там, в 100 листов, я что-то нащупала чуть-чуть. Я поехала, поработала немного в русской галерее в Германии, получила некий внешний опыт, то есть я что-то увидела, с чем-то согласилась, с чем-то не согласилась. Кстати, в этот момент больше даже это было не... Больше было не каких-то художественных открытий, сколько общекультурных, потому что мои друзья, они были билинго, они говорили на двух языках, мы общались, они стали мне рассказывать про другие книги, про другую музыку. Ну, такая как бы общая эрудиция, она наполнялась визуальными впечатлениями новыми и, как бы, общением с другими людьми, с другой культурой. Тем не менее, я там проболталась какое-то время, потом вернулась в Россию, вернулась в Москву и стала что-то красть сама. Конечно же, поспособствовала семья, в первую очередь, моя мама, которая была заинтересована изобразительным искусством, литературой, музыкой, любила музеи, прогулки по музеям. Я родился в Москве и с детства мог позволить себе уже такие походы. У нас был дядя, художник, он закончил Строгановку, он гостил у нас часто, приходил и рассказывал мне тоже о работе художника, о своем творчестве. Очень интересно, очень живописно. И, наверное, это первое движение в сторону художественного творчества. Хотя мне кажется, что никто не призывал, никто не направлял меня так прям конкретно, потому что когда я занимался в детстве музыкой сначала, потом еще разными видами творчества, танцем, и когда я пришел в художественную школу, это уже было не раннее детство, скорее юность, я ощутил себя вот в том пространстве, которое показалось мне очень интересным, наиболее интересным, наиболее комфортным. То есть именно изобразительное искусство оказало на меня такое большее воздействие, скажем. Я почувствовал себя как-то комфортно в этой среде, как в своей тарелке, можно сказать. Не обошлось без художественного образования. И мне повезло учиться в интересной школе. Это в прошлом детская художественная школа номер один. Сейчас она носит имя художника Серова. И как потом выяснилось, многие из моих коллег заканчивали эту школу. И действительно там я получил тот заряд творческий, самый первый. Дальше я закончил еще несколько образований, разные профессии, в том числе и дизайнера, и реставратора, и художника-монументалиста в дальнейшем. Но художник-монументалист, декоратор – это, наверное, то, к чему я больше всего стремился. Это уже в таком осознанном возрасте, после художественной школы. И старался придерживаться этого в профессии, старался придерживаться именно этого направления, этого вектора. Я считаю, что это большое везение, что я могу попробовать те или иные стороны профессии. Мог попробовать. И сделал вот этот выбор в сторону монументальной живописи. Совершенно осознанно пришел в Суриковский институт. Вдохновение – это вот и есть процесс постоянной работы. То есть ты вот что-то делаешь, потом смотришь. Сейчас, слава богу, у нас есть техника, там интернет, там, ты можешь закинуть картину, потом посмотреть, что там делаешь. Ой, какой ужас. Надо это что-то другое делать и так далее. То есть можешь сразу 10 фотографий посмотреть, увидеть это может быть 10 работ, как одну работу. Из трех ты можешь там что-то вычинить, что-то убрать, что-то и так далее. Иногда работу делаешь перекрашивающую по 10 раз. Мы даже между собой не говорим «писать». У нас нет слова художника. Красим. Понимаете? У нас нет такого. Он пишет. Это пишут. Кто не умеет ничего делать, они пишут. Понимаете? Они ходят на пленеры и пишут. Но это для нас реальная работа. Это не получение какой-то работы. Это довольно такой тяжелый физический труд. Ты там ползаешь по полу, там, что-то рисуешь, там, проводишь там какие-то линии. Вот это все проведено без всяких там линеек. Понимаете? Это все сделано просто так вот. Ведешь и все. То есть попадаешь. Это надо обладать какими-то свойствами. Лучше там в детстве спортом заниматься каким-то. Грубо говоря, иначе не выдержишь никакой работы. Попробуй там сделать работу какую-то большую. Да, ты упадешь просто, когда там в футбол не бегал, там, или в теннис не играл, грубо говоря, там, ну, хотя бы пинтон, да. Так какой из тебя там художник? Лучше сразу иди пейзажи рисуй. Получай на солнце удовольствие. Вдохновение живописи — это вопрос на сегодня имеет несколько подходов. Основной на сегодня — вопрос духовного плана. То бишь абстракция, она дает больше понимания выхода через эмоции на душу. От этого имеешь какое-то некое специфическое состояние, которое тебе просто нравится. Очень важно при работе, я сделал такой вывод, делать именно все-таки то, что тебе нравится. Даже если где-то что-то не получается или что-то не получается сделать по каким-либо другим причинам, это очень важные условия. Потому что если уйти в сторону, когда тебе не нравится, но какой-то это очень большой проект, то это просто однозначно не состоится или плохо состоится. И по практике лучше до этого не доводить. Сразу могу, наверное, уйти чуть в другую сторону. Это большое влияние оказывают маленькие дети. Это где-то, наверное, до первого класса, когда они еще очень открыты. Я не могу проходить мимо рисунков, которые делают такие как бы юные художники. Может быть, они и сами этого не понимающие. Но в этих работах столько искренности, столько творчества. Есть предположение, что маленькие дети, они до определенного возраста помнят какие-то свои прошлые впечатления. И пока еще на них шаблонов очень много не наложили, от этого и объясняется их искусство, их творчество. Мои источники вдохновения, они могут быть вообще где угодно. Это вот, как говорят, муза приходит там, не постучавшись, да. Ну, естественно, это может быть вообще во сне. Ну, такое на самом деле редко бывает. Это надо, чтобы я что-то очень сильно долго над чем-то думала. Тогда, да, наверное, это приходит во сне. Но на самом деле источником вдохновения может послужить банальное пятно на асфальте, или труба, или какой-то кадр. Ты идешь обычно по улице и просто для себя кадрируешь какие-то вещи, все время об этом думаешь. Просто что-то это проходящее, и эти кадры, они, когда ты приходишь и начинаешь про них дольше думать, ты понимаешь, что этот кадр, он вырван из среды, и это скорее фотокадр. То есть он такой, как бы, проходящий, он ничего не даст дальше. То есть он не будет каким-то развитием, да. Когда долго, например, где-то пребываешь. Вот травы я писала на Угримском, Угримский заповедник, да, река Угра. Я вдруг поняла, что это место, оно тоже меняется, а хочется его осознать в каком-то его безвременном ключе, с одной стороны, какой-то вот именно русскость, да, там поле, травы, чтобы от работ исходил какой-то аромат или вот магия места, да, в котором я была. Источник вдохновения, наверное, жизнь. И, наверное, жизнь не только внешняя, да, а в большей степени внутренняя жизнь, и те перемены, те какие-то движения, которые происходят в сознании, в понимании, да, в какой-то глубине понимания, познания жизни. Какие-то темы, сюжеты, они приходят очень странно. То, что касается боязни белого холста, да, то есть это то, что пришло с возрастом. То есть я по мере того, как что-то происходило, как я нарабатывала себя в плане, ну, какого-то моего видения, да, то, что я транслировала в своих работах, видимо, у меня планка каких-то критериев возрастала, и я требовательнее относилась к продукту, к тому, что получается. Был период, когда мне даже не нужен был никакой план внутренний, это настолько было интуитивно, то есть то, что приходило, я это просто очень быстро, легко реализовывала на холсте. Ну, это время прошло, и сейчас я довольно долго подхожу к той задаче, которая меня волнует, то есть я каким-то мучительным путем теперь прихожу к решению. И стало не то чтобы его бояться, но мне не хочется его оскорбить, этот белый холст, мне хочется к нему прийти уже с формулированной мыслью. А дальше уж как поведет, как понесет, говорится. Все изменилось, мир изменился в какой-то момент. Помимо тех мест, которые меня вдохновляли в юности, в детстве, русский север, русские города, ну, Москва как место, где я родился и живу, безусловно, появились путешествия по миру и по интересу к современному искусству. Выйдя за рамки института, я стал, пытался, старался использовать любую возможность для того, чтобы путешествовать, побывать в каких-то крупных центрах, музейных городах, столицах. Безусловно, Италия стала таким вдохновляющим моментом для творчества, как страна. И, конечно, я интересовался современным искусством, то, чего мы были, может быть, отчасти лишены когда-то, потом не в таком большом объеме, может быть, даже нет этого в программе института. Тут приходится самому выбирать те направления, те стили, как-то делать какой-то микс, пытаться работать в том или ином стиле, чтобы понять, насколько он тебе близок. И к этому меня подталкивала работа художника-монументалиста, потому что, когда ты работаешь над заказными вещами, здесь дизайнер или заказчик выступает с автором твоего проекта и просит или требует даже выбрать определенную стилистику. И если это совпадает с, допустим, моими творческими какими-то устремлениями, я не отказываюсь пробовать себя в разных стилях. И это помогло мне как-то расширить кругозор и горизонты творчества своего. В последних работах мне все больше нравится какой-то минималистичный подход к творчеству. И этот стиль, минимализм, тоже был мне очень интересен. Были поиски какие-то, может быть, даже и абстрактные, абстракция как один из вариантов творчества. Но это не мое творческое кредо, это, как хотел сказать, что это поиски. Те поиски, которые я пытаюсь делать в своей работе, чтобы, может быть, быть актуальным на данный момент. Это именно то, что близко мне лично и совпадает, может быть, с теми трендами, тенденциями, которые сейчас есть в искусстве. То есть я базируюсь, конечно, на классической школе, безусловно, и занимаюсь фигуративным искусством. То есть я реалист, безусловно. Но совершенно не исключаю возможность отойти куда-то в более формальные серии, может быть, каких-то сюжетов, которые будут отличаться от, в данном случае, вот этого камня или других ранних произведений. Мне нравится находиться в развитии. Мне не хотелось бы стать заложником какого-то определенного сюжета, определенной манеры. Мне, как художнику, очень интересно развиваться. И хотелось бы, чтобы это продолжалось все время. То есть я вот в этом вижу одну из возможностей развития, саморазвития и таких интересных поисков. Для меня это один из ключевых интересных элементов в творчестве художников, вообще в профессии. Иногда по 10 раз перекрашиваешь. А иногда, если там делаешь первый подмалек, я, например, никогда не делал никаких эскизов. Как пойдет. Вот я понимаю, в каких-то системах видоизмененных, ты там тут, тут, вот ты видишь работу, ты видишь композицию сразу. Ты видишь, где нужно повторить, где такой красный, где его прикрыть, где-то еще раз перекрасить. Когда у тебя, в общем, сложилась какая-то общая композиция, ты начинаешь ее доделывать элементами, как говорится, второго порядка. И именно эти элементы второго порядка присваивают живопись элемент якобы и не свойственное время. Казалось бы, такая формальная вещь, но когда мы смотрим Рембрандта, мы, конечно, видим там руки, там, дыхание, тело. Но это, в общем, технически сделанная вещь. Рембрандт понимал, что он делает материалы, да какой подмалек, какой краской он делает подмалек, потом сверху там маслом он пишет, там, и такие наслоения какие-то. Причем там не такие же большие наслоения, и не такая сложная прям техника. Но просто чем проще вот эта вот техника, тем она более выразительная. Есть такое ведическое писание, Шри Шипанишад, и самое изначальное его введение говорит о полноте. То бишь, то, что этот мир, он полный, целый. Так как он полный, целый, он ни в чем не нуждается, и это чувство, оно просто присутствует. Поэтому здесь никакой логики, никаких этапов, очередности точно не присутствует. Это просто делается, это зависит больше от твоего состояния. И ты это состояние как бы культивируешь в себе, как бы выжимаешь, концентрируешь. И этим состоянием ты понимаешь, готов ты делать или не готов. То бишь, ты можешь сам себя искусственно на это состояние выводить, догонять, и в итоге у тебя будет получаться плохо. Это либо на палитру уйдет, либо на какую-то подстилку. Оно само концентрируется, это чувство. Что ты просто все это выплескиваешь, и ты понимаешь, что это вот все, вау. Ты даже боишься эту работу как-то перенести или что-то, как бы она в процессе просто что-то не сдеформировала. Я, естественно, пытаюсь передать, и это, наверное, нормально для художника, передать какой-то смысл через свои работы, какое-то свое личное видение, чего-то то, что я вижу. И более того, сейчас есть уже много работ, которые я, собственно, рисовала с определенной целью. Например, даже когда я ходила на пленэр и какой-то материал для себя собирала, то Москва как место, ну, как говорят, динамичный город. Я бы предпочла, чтобы этот динамичный город был бы менее динамичным и не так быстро развивался. В общем, те места, которые я специально ходила как бы собирать для себя, их уже нет. И получается, что то, что я собирала, это вообще уникальные вещи. Вот, например, даже относительно локации Автозаводской, да, там вот Ленинская, Слобода, уже части мест их не существует. А существует что-то другое. И сейчас для меня это как бы ценно, и я вот даже думаю, что, может быть, вот все вещи собрать теперь и сделать еще что-то новое, чтобы сохранить, ну, как бы то, что тогда было на этом месте, показать как-то его с другой стороны, сделать какой-то проект, чтобы было понятно история развития места. Ну, пока это так, это какие-то идеи. Вот, а относительно того, когда я уже работаю, не просто вот собираю материал, да, конкретно я иду или, ну, начинаю какую-то новую работу для того, чтобы уже ее показать в таком виде, в каком я ее собрала для себя, да, эту картинку, то для меня важно передать не только свое собственное ощущение, но и какой-то более тонкий материал, не просто картинку фотоаппарата, хотя и тонкий фотохудожник, он смыслы передает, то есть через фотографии, мы прекрасно много примеров таких знаем, но живопись позволяет поймать какую-то еще новую такую материю, какой-то смысл, который более тонкий, да, поэтому даже вот когда травы, да, какие-то там собирательные образы, у меня обычно выстраивается какая-то картина мира, которую я хочу вот через этот, эту новую свою работу передать, да, допустим, это может быть какой-то мимолетный образ среды, да, вот этой действительности, который с одной стороны собирательный, с другой стороны несет в себе и какое-то предчувствие чего-то, да, или какое-то мое личное переживание. То, что я делаю, да, это, ну, какая-то потребность, что ли, она не для того, чтобы этим заработать, не для того, чтобы кому-то понравиться. Иногда я просто понимаю, что я делаю то, что не понравится наверняка, потому что есть люди, которые прямо вот просчитывают успех, ну, там, коммерческий успех, что там будет в будущем, я понятия не имею. Мне кажется, что если человечество, если люди будут продолжать существовать, примерно то же самое, то есть опять же будут другие технологии, будут другие какие-то формы, но по сути все человеческое, если мы люди, оно во все времена человеческое и понятное, ну, как мы смотрим на искусство предыдущих эпох, мы же не рассматр... Ну, точнее, нам там не так интересно, во что они одеты, да, мы же какую-то, наверное, гуманистическую идею считываем, мы считываем что-то созвучное нам, а это созвучие всегда будет, то есть пока существуют люди, будет человеческое. Я вот за это человеческое. Мне просто сейчас очень много такого инфернального вообще в творческих проявлениях, потому что как бы современное искусство часто у него такой зашкал идет, то есть для того, чтобы быть оригинальным, можно быть просто адским, не знаю, каким угодно страшным, жутким, душераздирающим, но не для того, чтобы это... Ну, это не служит чему-то созидательному, потому что, к примеру, Гоя, когда он о каких-то страшных вещах говорит в своем искусстве, или даже та же самая Герника, которую я не люблю, Пикассо, она же говорит, в общем, о горе, о войне, она говорит о человеческом, а подчас то, что мы видим некое обнажение какой-то чего-то дурного, чего-то страшного просто ради этого дурного и страшного. И если у этого нет какой-то другой, более высокой идеи, то это бессмысленно, это только служение злу и все. У меня нет какой-то вселенской идеи или какого-то там глобального месседжа. Мне интересны такие аспекты, как «Моя семья» и все, что связано с ней, это один из аспектов, через то, что я показываю в этих работах. Часто бывает, что вызывает интерес у зрителя и «Отклик» как бы, да, это тема семьи. Тема города вот тоже, она часто бывает востребована. Если там есть какой-то философский смысл, то это вот такие работы, как это, какой-то обобщенный взгляд на поверхность живописную, использование текстуры. Ну, здесь краски, сочетание вот зеленой и теплой оттенки, да, тоже есть некая такая, может быть, борьба какая-то, что ли, в цвете. Цветовая составляющая является важным месседжем. Поскольку цвет – это эмоция, то здесь мне сложно описать ее как-то, как какую-то идею обобщающую, да. То есть это просто, ну, по-простому сказать, это красота мира, да, красивый цвет. Я пытаюсь приблизиться к той красоте, которую вижу вокруг себя, ну, в том числе вот и на севере, и в городе, где бы то ни было. Она разная очень, она на севере, она одна, в городе она совершенно другая. Какие-то бетонные, там, джунгли, да, тоже для меня представляют интересы. Поскольку я с детства рос, вырос в городе, для меня это тоже красивое пространство, хотя кому-то оно может быть кажется уродливым или не таким интересным, да. То есть это очень разные бывают ситуации. Можно отметить важный момент, он действительно очень важный, то, что я как бы не являюсь окончательным источником этой работы. Я себе в соавтора беру обязательно ту личность, которая так или иначе это оценит. Я делаю свою часть работы и надо найти ту личность, которая как-то на это откликнется. Откликнуться могут по-разному. Можно это как бы очень сильно со знаком минус, также это со знаком плюс. Но это для меня и тот, и тот очень большой результат. Я очень люблю общаться с людьми на тему картин, получать от них всю информацию, даже если она и негативная, и если она непонятная. Также моя задача, чтобы люди, которые получили этот продукт, они развивались, то бишь они применяли максимально своего мышления в общении как-то по поводу, если мы картином говорим, чтобы это не было каким-то таким явным и понятным пятном, все-таки чтобы это было загадкой. Сегодняшние работы, например, я делаю, они тут не представлены, они имеют четко эту направленность, то бишь они абсолютно асимметричны. Они у меня сломаны, надломаны, и это как раз именно говорит вот об этой самой идее, что рамок нету, это все слито, какая-то часть более ровная, она, можно сказать, имеет рамку, но какая-то часть, она абсолютно разбита, разломана, разорвана, и это ее показывает, как вот слияние, что эта вот вещь, она вписана здесь, она вот для этого места, ее поняли, ее поняли, и ее пользуются. Просто объяснив то, что я это делал, это непрактично, это не нужно, вы как бы это так же, как оцените, так же, как и не оцените. Мне это ничего не даст, потому что я то, что имею в голове, в душе, я это здесь сделал на максимум, какой я мог. Задача просто в следующем. Новая серия, она про тайные знаки. Ну, в городе среда урбанистичная и очень агрессивная, и вот обычно ты выходишь, допустим, из метро, на твоем пути попадается множество объектов. Это люди с какими-то эмоциями, это даже животные, птицы, я на них всегда обращаю внимание, но в данном случае как-то так случилось, что шла я зимой, и вдруг вот такой кадр у меня прямо в голове возник. Растения, они тоже живые и создают какие-то тайные знаки. И вот это вот тайные знаки ко мне прилепилось, и вот эти тайные знаки, которые мы не прочитываем, а они подают друг другу, нам. Это может быть какие-то объекты, которые вместе с ними взаимодействуют, например, гаражи, на которых они произрастают, и вот эти закрашенные плоскости, которые красятся там регулярно, и, естественно, они не входят в задачу какую-то композицию с растением создать, а создают, потому что растение переплетается, оно живое, и оно создаёт свою среду, микросреду. Иногда это получается совершенно волшебно, потому что ты вдруг понимаешь, что это вот прям как будто живая экибана перед тобой. И иногда какие-то возникают дополнительные знаки рукотворные, там, допустим, вот осторожно, стоп. И, собственно, вот эта серия, она о такой вот незаметной жизни в городе, при том тихой жизни. Но это не натюрморт, это растения, которые не передают нам какой-то непосредственной информации. То есть они не щебечут, они не мяукают, они не просят есть, но в то же время они живут, и они чувствуют, они растут, они погибают. И их жизнь, она какая-то как тихая сказка. Вот эта сказка, вот она здесь пока в двух холстах, но планирую я, чтобы эта моя серия, она развивалась, и, возможно, это будет триптих, триптих, может быть, это будет даже пять холстов. Пока вот она развивается во мне, как вот сюжет, я об этом думаю постоянно. Первоначальная идея была эскиз к Афорту, который я готовила для международного одного мероприятия в Германии, который называл «Свет в тени». Сама тема этого воркшопа была сложной, она была связана с концлагерем, с Бухенвальдом, но мне хотелось подойти как-то с другой стороны, мне не хотелось, опять же, такой исторической реплики, мне хотелось ну что-то свое. Я сидела в Москве, было лето, и я придумала, почему-то у меня придумалась такая история, ну тоже это про взаимоотношения людей, на самом деле картинка называется «Бегство сквозь». Это о том, как при всем нашем стремлении раскрыть объятия друг к другу, даже вот при самом открытом, мы все-таки всегда эгоцентричны, мы всегда, это мы, и даже вот в этом стремлении к единению мы как бы проходим сквозь друг друга, мы не можем соединиться. Это можно интерпретировать как какую-то романтическую историю, это можно интерпретировать как что-то более глобальное, как взаимоотношения поколений, взаимоотношения народов, там вообще человечества внутри. Возникла серия работ, тон, да, значит, круги, это такой интересный формат оказался, ну, здесь действительно круглые яблоки, но это совершенно ничего не значит. В данном случае было интересно сконцентрироваться на вот, и по цвету, и по форме, и по размеру. На этом стуле, хотел обратить внимание, что он без сиденья, то есть он такой никчемушный, получается, стул. Ну, работа эта была написана в период пандемии, у нее много всяких контекстов. Вот, помимо того, что она написана в круге, это серия работ, есть еще одна парная, и есть еще в мастерской, и они будут продолжаться, потому что формат круга меня как-то очень увлек, он передает движение, он не статичный, он дает ощущение динамики с одной стороны. Ну, а стул здесь немножко какие-то личные переживания, связанные с одиночеством. Ну, если хотите, можно связать это с пандемией, с чем угодно. Я это связывал, скорее, с каким-то своим внутренним ощущением. В момент, когда я делал эту работу, были определенные переживания. Искусство — это рефлексия событий, людей, чувств, эмоций, без которых человек не может жить. Он живет с ней всегда, да, и в той или иной степени ее выражают на том или ином уровне техники или знаний. Поэтому я думаю, что пока будет жить человек, будет жить искусство. Коллекционирование — это же тоже своего рода болезнь. Поэтому, стоит ли ею болеть, ну, наверное, решать самому человеку, исходя из его внутренних предпочтений. Я, конечно, скажу, что стоит. Потому что искусство, особенно современное искусство, оно дает тебе возможность как-то жить иначе, смотреть на все иначе, меняться, да, и менять все вокруг себя. Есть у тебя какой-то любимый художник, да, его работает, у тебя плохое настроение или что-то не лается на работе. Ты подходишь, смотришь в этот мир, созданный другим человеком, да, который отзывается в тебе энергетически, эмоционально, и тебе становится лучше. То есть, с одной стороны, это болезнь, с другой стороны, это какое-то оздоровление, наверное, моральное, психическое, эмоциональное. Но это нужно любить. Чтобы коллекционировать, этим нужно, этим нужно заразиться, этим нужно заболеть. Но это очень хорошая болезнь. Первоначально моя коллекция сложилась из подарков. Что обычно дарят в виде картин? Пейзажи. И когда, в принципе, мы строили дом, мы его проектировали так, чтобы разместить все эти пейзажи по холлам, по стенам. Когда я потом узнала близко художников, когда я уже стала профессионально изучать современное искусство, я поняла, что я больше не очень хочу. Нет, они прекрасны. Эти пейзажи прекрасны. Но мне они уже не интересны. И тогда я стала менять, убирать их в какие-то дальние комнаты, складывать куда-то. А уже, как бы сказать, места обозрения, которыми я могу любоваться каждый день, постоянно, не заходя в какую-то комнату, я стала заполнять теми работами, которые мне на данный момент нравились. Плюс, я хочу сказать, это же процесс постоянный. Человек меняется, меняются его вкусы, появляются новые художники. Это не то, что ты купил, повесил и все. Нет, кто-то так делает. Наверное, для кого картина – это цветное пятно в дополнение к интерьеру. Кровать, над ней картина. Она подходит под шторы, под покрывало, не знаю, под что там. Я как бы по-другому с этим справляюсь. И даже когда я делала проект, в котором я планировала разместить искусство, то это был такой взаимный процесс. У меня сначала была идея картин, которые должны были быть сделаны для этого проекта. А потом под них уже строилось все остальное. Рынок искусства, мир искусства – это разные вещи. Каждый художник, он знает, за сколько он готов продать свою работу. Галерея берет часть этих денег, это тоже вкладывается, все добавляется в стоимость самой работы, когда это идет для покупателя. Если ты известен, тебя покупают. Сделать известным, как я уже сказала, можно любого художника. В это нужно вложиться. Очень серьезно. И на это нужно время. Приблизительно 10 лет. Нужно, чтобы понять, что будет с этим художником дальше. Потому что очень много художников появляется, ну, как в любой профессии, как в любой сфере. И через какое-то время они куда-то деваются. Кто-то находит свою нишу и превращает это в ремесло. Вот он нащупал, да, что продается. И вот этот художник пишет только это. Но это скорее уже именно ремесло. Это не про искусство. А тот художник, который настоящий художник, высокое слово, он находится в постоянном поиске. В постоянном поиске нового, себя, своих способов выражения, материалов. Ну, это бесконечный процесс. И это совсем не значит, что его работы будут высоко цениться. Потому что, как правило, с готовностью больше всего платят за уже привычное, уже известное, да, и то, что как бы устоялось. Но это на самом деле тоже такая, знаете, иллюзия. Даже западный рынок искусства, он пережил уже только за 20 век несколько кризисов. Когда все рушилось. Сейчас происходит очередной кризис в мире искусства и на рынке искусства, который у нас еще и сложиться-то не успел, да. И опять все будет по-другому. Придут другие люди. Придут другие цены. Мы не знаем, какие цены и на что у нас будут осенью. Как мы можем сейчас, да, предпрогнозировать, сколько будет стоить та или иная работа. Потому что очень многие работы, которые продаются, уходят на аукционах за баснословные деньги, они их не стоят. То есть здесь, я говорю, здесь очень много факторов. От эмоций покупателя, от наглости продавца, до каких-то таких, знаете, совершенно случайных обстоятельств, кто сейчас там эту картину тоже хочет приобрести или не хочет. И в каком финансовом положении находится на данный момент художник, да. Готов он, может, ему настолько нужны деньги, что он готов продать за бесценок очень хорошую работу. А может, ему вообще деньги не нужны, он их не продает. Никому. Вообще. И я знаю таких. В заключении нашего разговора мне бы хотелось сказать, что я очень рекомендую изучать, смотреть и приобретать современное искусство. Ходить в музеи, на выставки, тренировать свое внутреннее чутье, свои эмоции, потому что искусство – это то, в принципе, что мы можем забрать с собой, даже уйдя на тот свет, условно говоря. Мы не можем взять картину, но мы можем забрать всегда с собой эмоции и образы, которые она нам дарит. И это бесценно. И это бесценно. И это бесценно.